Всем привет! Сегодня выпуск будет хороший, позитивный, будут только хорошие новости, а вот в следующем я расскажу, какие беды у меня случились за последний месяц, так что подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. Итак, начинаем. Компонозус никобаренсис. В апреле этой колонии будет уже год, и формикалий кристалл джиэл уже практически полностью забился муравьями. Открыты все этажи, все влажные камеры кишат муравьями. Расходов довольно много. Вообще эти муравьи ну прям очень быстро развиваются. Я это конечно знал, но я думал, что формик они будут заполнять примерно 2 года, но не тут-то было. Сиропом я их кормлю раз в неделю где-то, как раз на выходных. Даю им сироп в несколько заходов. Выпивают довольно-таки много. Что насчет белка? Кормовых объектов даю немного. 2-3 таракана в неделю. Да, именно столько. И при таком кормлении они очень быстро растут. Можете себе представить, как будет развиваться колония, если доступ к животному белку будет на постоянной основе? Я нет. Один раз они совершили небольшой побег. Я по своей глупости не плотно закрыл крышку в формикаре. Отлавливать этих беглецов дело непростое. Уж очень быстро они бегают. Сложно, но можно. Зато интересно. Люблю прислушиваться к этим муравьям. Они очень прикольно тарабанят брюшками по акрилу, когда им на арену кидаешь кормовой объект. Если вам будет интересно, я могу записать эти самые постукивания. Придется, конечно, заморочиться. Ну да ладно. Мне нравится заниматься подобным. По количеству лайков и комментов по этому поводу я смогу оценить ситуацию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, теперь перейдем к компонатус туркистанус. Я обожаю этих муравьев. Я считаю их самыми красивыми муравьями в моей коллекции. Появилось еще два новых рабочих и еще три на подходе. Также есть пакеты яиц и разных размеров личинки. Наблюдать за ними одно удовольствие. Если присмотреться на рабочего пьющего сиропа, то можно проследить, как проходит сироп через тельце мураша прямо в брюшко. Активно кушают как углеводы, так и белок. Я очень и очень хочу поднять эту колонию. И с нетерпением жду солдат. Хотя до этого момента, я думаю, еще очень и очень долго. Этой колонии летом тоже будет год. И вы можете спросить, а чего так мало муравьев-то? Дело в том, что изначально матка подняла мало рабочих, а вскоре и вовсе ушла в диапаузу. И часть рабочих погибла в этот самый период. В этом основная сложность поднятия данного вида. Главное, чтобы они пережили первую диапаузу, а дальше все должно пойти как по маслу. Скорпион. Мне предвещали гибель, что без жала он не сможет есть, не сможет испражняться и вскоре умрет. Спешу вас огорчить. Он жив, он ест, он испражняется и он даже полинял. Он хорошо подрос, выглядит вполне здорово. С кормлением вообще проблем нет. Придавливаю таракана и кладу рядом с ним. Через какое-то время он его подбирает и начинает поглощать. Проще простого. Думаю, с ним и дальше все будет хорошо и периодически он будет появляться на канале. Месорструктор. Я не думал, что создание формикария так затянется. И дело в том, что я до сих пор его не сделал. Это оказалось сложнее, чем я думал. Я потратил уже более 10 килограммов гипса и у меня не получается то, что я хочу. Снимать про это видео, как я делаю формик, я даже начинал, но когда я начал третий раз делать все заново, я уже забил. И лучше покажу потом готовый вариант и расскажу, как его сделал. А так у месора все хорошо, колония продолжает расти и радовать меня. Проблем с ними практически нет. Есть маленькие поменьки, но это так. Ерунда. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Фейдоли, это было практически незаметно. Но вот самцы винаторов, это что-то. Как же громко они бились об окна и лампочки. Жаль, бедолаг, но что поделать. А так с ними вроде все хорошо, но фиг знает, что-то самцы одни последнее время рождаются. И как-то переживаю немного. Вдруг гомергат уже мертв и колония начинает отживать последнее. Поживем, увидим. Что касается остальных моих мурашей, там все очень плохо. Но об этом уже в следующем видео. Всем спасибо за просмотр. И хотя, погодите, у меня тут еще и блефар появился. Смотрите, какая красавец. Кто определит морфу, тот молодец. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok